В эфире Токмама Аня и Чихуахуа Софи и Эйвон. Сегодня у нас шторм. Привет, дорогие Софийцы! С вами Аня и Чихуахуа Софи. Неделя влогов продолжается. Сегодня у нас третий влог. Мы хотели сегодня пойти прогуляться, но погода не позволяет, и мы решили все-таки наконец-то снять рум-тур. Вот такой наш оранжевый домик. Вот так вот он выглядит снаружи. От нашего дома и вид из окна и расстояние до моря. Окно в спальню. Я сегодня решила нарядиться вот так вот и повязать такой шарфик на голову, чтобы выглядеть немножко в духе этого шторма и погоды. Вот так наше крыльцо выглядит снаружи. Эйвон и София меня уже ждут. Вот так выглядит дом снаружи, с другой стороны. Сейчас я пойду покажу, буду потихоньку показывать вам крыльцо. Это мой велосипед, мусорное ведро. Вот такая вот лестница, куда можно оставлять все. А вот и Софиш. Привет, мам! Сегодня рум-тур? Нас поджидает, мои любимые. Мам, сегодня рум-тур. Да, мам, давай, забудь это уже. Да, сегодня будем снимать рум-тур. Вот так выглядит крыльцо. Весь дом сделан в современном стиле, вот так вот, с таким вот бетоном. Мой пол и стены. Мама, это покажи мне. Мой коврик будет еще. Вот здесь вот такая скамеечка для отдыха, с которой можно наблюдать. Мой коврик наш. Привет. Масик. Привет. Привет, ну это не весь, прям моды, камеры. Чего это? Здесь можно сидеть на этой скамеечке, отдыхать и смотреть на море. И вот такой можно увидеть вид с этой скамеи. Здесь небольшой столик. За ним можно завтракать. Книжка, какие-то мелочи, зубочистки. Здесь вот такой вот мини-садик. Красивый садик у нас, только маленький теперь очень. А в Кухине у нас сад был большой. Нравится тебе садик? Зато здесь кругом трава. Да. И можно бегать постоянно на море. И гулять по пляжу, и вокруг везде растения и пальмы, а не город и бетон. Так что теперь сад это целый остров. Да, Сафиш, ты абсолютно права. Я всегда права. Вот здесь такое место, где можно валяться, отдыхать и смотреть на море. Обычно мы этим и занимаемся, как вы можете увидеть. Так, мам, снимаем ее красную табуретку. Вот такая вот у нас у Софии фишка. Залазить и жить в стуле. Да, тут клево. Точно такой же стул есть вот здесь. И туда София с Эйвоном тоже частенько залазят и спят. Сейчас это я вам помогу, как бы снимая, я покажу, как я туда залажу. Сейчас Эйвоном вам продемонстрирует. Вот так это выглядит. Вот и я теперь, Фомики. Наблюдательная позиция на кровать. Ну и вообще вокруг. Со стороны входа в дом можно увидеть просто какие-то сланцы, вот украшения, цветок. Еще один стульчик. Вот так выглядит наше крыльцо, если смотреть со входа в дом. Вот так выглядит вход. Это стеклянные деревянные двери со стеклами. Мам, ну что, внутри уже? Показывай. Заходи. Давай, пойдем, заходите. Сейчас, подожди, я запрыгну на стул. Ай! Ну и вот наш зал. Ну вот и зал. Он довольно маленький, но достаточно просторный, комфортный и уютный. Здесь стол, который приехал с нами еще из Хуакина. И не только стол. Мое рабочее пространство, мой заляпанный экран. Если посмотреть на зал с другой стороны, то можно увидеть вот такое большое окно. Одно из деревянных маленьких окошечек сделано диванчик. Он, кстати, был здесь, а не приехал с нами. На котором можно поваляться и отдохнуть. Здесь вот такая вот полочка. Желтая стена, что больше всего мне нравится. Это мой супер-хлем для езды на байке. Баллончики для прокраски. Всякий творческий такой уголок для рисования, кисточки и всякая-всякая вот такая творческая мелочь. Канцелярия, так сказать. Здесь один из моих объективов. Блокнотики, ручки, коробочка со всякой мелочевкой. Ракушечки. Телевизор, которым никто не пользуется, конечно же. Вот такая вот подставочка с открыткой с лотосами. Это вот такой вот классный ретро-чехол для айпеда. Вот такая доска, на которую можно лепить свои какие-то заметки, напоминалки. Вот такой вот творческий уголок с диванчиком и корзинкой, точнее ведерком салатом, в который можно складывать все, что хочется. Вот так выглядит зал-кабинет с другой стороны. Много-много окон. Здесь небольшая тумбочка с книгами и тетрадями. Коврик для собак. Как вы можете заметить, на самом деле дом не очень большой. То есть, наш, например, дом в Хуакине был гораздо больше. Раза в два. Такие красивые бусики у меня есть, да, Сафиш? Да, очень клевые бусики, да. Зато прибирать тот большой дом было очень трудно. Да, вот так Софи может иногда расслабляться на диванчике здесь. Ну что ж, пойдемте пройдемся теперь после желтых наших стен нашу бетонную кухню. Это детские миски здесь стоят, вентилятор розовый, все как положено для Софи. Ага, особенно вентилятор. Иди сюда, Софи. Еще сумочку в горох и корзинку покажи. И огнетушитель. Да, здесь у нас корзинка, чтобы ходить за продуктами. И обязательно должен стоять в доме вот такой вот огнетушитель. Это правило безопасности. Это наша кухня. Стильная у нас кухня. Тоже довольно просторная, вот с такими большими окнами. Сейчас я покажу вам ее с другого ракурса. Как вы уже успели понять, все бетонное такое здесь. Это очень удобно, когда столешницы большие. Есть где нарезать и готовить еду. А еще покажи наш кофейный уголок. Это у нас тут такой вот кофейный уголок делать кофе. Это уголок с водой и различными стаканами. Здесь лежат принадлежности для мытья посуды. Такая губка в такой ванночке. Средства для мытья посуды. Какие-то полотенчики. Ну, просто посуда, в общем-то. Сушилка. В ванночках приправы для приготовления. Здесь мы готовим на электрической плитке, потому что здесь нет газовой плиты. В прошлом дыре у нас была гриль. Аэрогриль это вообще вещь. Я его использую вместо духовки, вместо всего. Потому что в нем можно и запекать, и даже печь пирожки. И здесь у нас стоит шейкер. В нем можно делать всякие шейки из фруктов, со льдом или с йогуртом. Как сейчас нам модные слова. Смузи, ласси и так далее. А здесь у нас стоит соковый мужик. Выжимаю различные соки. По утрам это очень вкусно. Вот здесь стоит такой столик, за которым, в принципе, мы кушаем. Такая вот тут штучка висит. Я ее сама сделала. Вот такая достаточно объемная очень кухня с большим количеством поверхностей для готовки. Под столешницей у нас вот такая вот корзинка для разных ковриков. Здесь у нас детская водичка, мусорное ведро. Сафир, сапарку что-нибудь. Ты под носом стаканом показала? Да, уже показала это. Вот вход в нашу ванную. Вот так выглядит наша ванная. Достаточно большой душ. Точнее, душевая часть. Ванной самой нет. В Таиланде это не распространено. Здесь у нас корзинка для белья. Вот такие желтые стены. Полочки, баночки всякие лежат. Зеркало. Специальная полочка для всего. Довольно большая столешница в ванной. Ну, это унитаз. Все сделано вот в этом вот бетонном современном стиле. Большая косметичка, корзинка с купальниками и со всякими делами. Украшения на этой полке. Полотенца. Какие-то женские штучки. Зубные щетки, зубные пасты. Зубные щетки, зубные пасты. А, да, привет вам. Привет. Ага, привет. Да. Привет, Афиша. Вот так выглядит ванная изнутри. Если стояли души. Такое окошечко. Если кому интересно, могу рассказать потом про всякие тайскую косметику и всякие штуки, которые я покупаю. И чем я пользуюсь, какими шампунями и гелями для душа и мылом. Тут у меня баночки для приготовления своих собственных средств своими руками, косметики различные. Света здесь не совсем достаточно для камеры, но это такой вот помпунчик, которым мыть лицо. Это дезодорант. Специальный кристалл, который, я думаю, вы все знаете. Это тоже специальное приспособление, чтобы мыть лицо, прочищать. Натуральное тайское мыло из тамаринда. Вот такой у меня тут ловец с новой си. Есть еще другие украшения, но они лежат в другом месте. Я попозже чуть-чуть покажу. Ну вот, такая вот ванная. Это корзинка с украшениями, которые я обещала вам показать, когда была в ванной. Здесь разные украшения. Если хотите, я потом тоже расскажу еще подробнее о них. С моего рабочего места также можно увидеть вход в спальню. И сейчас мы туда пойдем. А я уже тут. Привет! Довольно минималистичное все у нас везде и в доме, и в спальне. Вот здесь вентилятор. Без вентилятора в Таиланде очень сложно. Он огромный. Дует прям в ух. Хотя, конечно, здесь есть кондиционер, как в большинстве тайских домов. Вот такой мишка и вот такой котик на кровати. И болстер. Вот такая сосиска, которую можно обнимать, когда спишь. А еще меня можно обнимать, когда спишь. Правда, я не очень люблю обниматься, когда жар. Также в спальне есть вот такое зеркало. Над зеркалом висят вот такие тайские украшения. Вот такой торшер. В спальне несколько украшений. Два из них выходят на море. Вот такой вот вид из окна. Просыпаешься и видишь море. Вот такой вот вид с другого ракурса. Страшный шкаф. Ужасный тайский шкаф. Но ничего поделать с этим нельзя. Здесь, вот в этом углу Софишкина с Эйвеном кроватка. Такой домик, где они спят. Но чаще всего София и Эйвен спят в кровати. В шкафу. Одежда. Ну, если вы закатите, конечно, я еще расскажу про одежду. Но не сейчас. Для тех, кто следил за Софишкиным влогом, помнит, что у нас у Софи был такой большой розовый шкаф. Хуахини. Здесь шкафа такого розового нет ввиду размеров. Но есть вот такая вот шторка. Мы ее открываем. Скоро здесь будет висеть Софишкина розовая шторка. И здесь Софишкин шкаф. Конечно же, как я и обещала, про него мы расскажем позже. Потому что сейчас еще не все разложено так, как положено. Обычно у Софии это все лежит аккуратно и более логично. Но сейчас пока так. Поэтому я особо про шкаф сейчас рассказывать не буду. Но мы обязательно его расскажем и покажем. Да, надо сделать видео об этом. Ага, пошли, пошли. Как вы можете видеть, дом на самом деле небольшой, но очень уютный и комфортный. Кто смотрел фильм «Дикая»? Вот здесь, в Таиланде, есть такие места, где можно обменивать книги. Я обменяла старую книгу на эту. Она на английском языке. Я собираюсь ее прочитать. И вот видите, здесь погрызана немножко эта книга. Почему? Потому что вот здесь у нас живет несколько рыжих собак, которые ее своровали. И вообще они все воруют. Срезали эту книгу. Точно так же эти собаки воруют тапки. И потом их сложно найти. Вот такой у меня есть именной блокнотик. Она И. В котором можно делать записи. Он очень красивый. Я собираюсь его весь зарисовать. А, что? А, да, бетонный пумал еще у нас тут. А, еще помните в видео на День Святого Валентина были такие звенелки? Вот это они сейчас звенят на крыльце. Музыки ветра. Слышите? А и Васик, пока мы снимаем рутур. Что-то тут грызет. Я даже знаю, что Софи. Кажется, он забрал твою вкусняшку. Нет, это моя вкусняшка. Я решил прочистить зубы. И вообще-то у нас все общее. Так что не надо. Специальная вкусняшка для чистки зубов. Так, дай-то я вспомню. Когда-то мы договорились, что у нас все общее. А, Эйван? Может, ты перестанешь наглаживать не свое, а? Я что-то сказала, Софи? Или мне послышалось? А? Софи? Да так, ничего. Сейчас я ничего не буду говорить, но в другой раз. Внимательно слушаю. Не понял, что в другой раз. Эйван, Ивась. Нет, не боюсь. Эйван, а когда ты снимешь вечернего Эйвана? Да, уже был живым. Вот здесь-то и происходит весь монтаж наших роликов. Вот этой мышью, вот этими лапами, на вот этом компьютере. Музыкальная минутка. Музыкальная минутка. Я в блокноте напишу, твое имя на месте. Музыкальная минутка. Я сама себе скажу, придет, придет, придет. Кто ты такой, ты мне говори. Пока сегодня прибиралась, нашла голубую, розовую старые майки. И придумала такую фишку. Сделать веревочки от имени Эйвана и Софи. Из этих старых майок. Одна будет голубенькая, это значит Эйван. А вторая будет розовенькая, значит Софи. Так что теперь я настоящий Софиец. Сейчас я торжественно повяжу эту веревочку себе на руку. И это будет значить, что я теперь настоящий Софиец. И если кто-нибудь тоже хочет стать настоящим Софийцем, он может взять любую розовую веревочку, или фенечку, или какую-нибудь нитку, и сделать себе вот такой вот розовый, или голубой браслет, такую веревочку. И быть настоящим Софийцем, или Эйванцем. Ву-ху! Вступай в племя Софийцев! Пока! Ну что ж, я уже успела сменить прическу за этот румфут. Это хоть и хватает этой погоды. Дорогие Софийцы, спасибо большое вам за внимание. Спасибо большое за то, что вы нас смотрите. Ставьте пальцы вверх, смотрите еще больше. Мы очень благодарны вам за то, что вы у нас есть. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши группы ВКонтакте, и будет вам счастье. Пока!